Дороги На этот указатель никто не обратил внимания, а GPS временами показывало что-то неладное. Мы разворачивались четыре раза, пока не поняли, что едем правильно. Сегодня мы отрабатываем разворот. Дорога оказалась закрытой в прямом смысле, но нам повезло. Смотрящий за этим полотном катается на серебристом круизёре и разделяет наши чувства, поэтому пропустил. Это был широкий грейдер, который еще в процессе строительства, и в данный момент им пользуются только геологи. Теперь осталось понять, какой глубинный перекуп и можно ли его преодолеть. Мы видим это! Это оказалось абсолютно не страшно, но потребовало определенных физических усилий. Глина примерзла основательно. Мне думается здесь проехали бы все машины Волока, но может за исключением одной-двух, и то под вопросом, протащили бы. Рассказываю. Приехали мы по этой отцепной дороге. Часть каравана должна проследовать отсюда. Мы продолжим движение в этом направлении, а ребята поедут никуда не сворачивая. Позже мы узнали, что они совещались на этом перекрестке и думали, как все-таки поехать, но не увидев следов, решили не рисковать. А зря. Через 40 минут интрига дня благополучно завершилась, и оставшуюся часть времени мы ехали без приключений, наслаждаясь дорогой, по которой никто не ездил. Места здесь нелюдные, на сотни километров вокруг нет ни одной деревни, только осужденные на вольном поселении, которые, видимо, и занимаются этими дорогами. А к вечеру мы покинули Архангельскую область, завершив тем самым первый этап Волока. И через несколько часов оказались в столице республики Коми – Сыктывкаре. На четвертый день после старта мы добрались до цивилизации. Сыктывкар встретил нас ветерком, ярким солнцем, весенним настроением и дневкой с расширенной программой. Мы звезды. Звезды даже при таком ярком северном свете светят так, что у сыктывкарцев текут слезы из глаз от нашего появления. Наши красивые машины просто поражают воображение местных жителей. Девушки останавливаются и задирают юбки, чтобы не видеть этих страшных монстров вне наружу. Сервисы местные загружены нашим автохламом для того, чтобы поменять колодки и все такое. Финноу горы со своим центром ждут нас вечером кушать пирожки, слушать местные романцы. Но это вечером. А днем мы приводили себя в порядок и наконец-то обклеились, потому как в Архангельске из-за минусовой погоды сделать это не удалось. Ну и конечно делились впечатлениями друг с другом и прессой. А вспомнить-то было, что… Наверное, самым запоминающимся была новая прокладка маршрута. Прокладывать себе новый путь, связываться с местными жителями, что тоже было достаточно интересно, потому что люди сильно удивлялись, кто мы такие, что мы здесь делаем. Многие даже не знали, как проехать близлежащие населенные пункты, поэтому достаточно так было интересно. Свободное ориентирование по пути. А когда реально попали сюда, меня поразила уходная кровь и спокойствие. Доброжелательность, откровенность. Не то, что там взаимопомощь и друг другу помогает, а просто никто никогда никаких препонов не чинит, она просто старается помочь. То есть во всей деревне, куда мы заезжали, люди даже не то, что приставали, а вы откуда, вы куда. Нет, они издалека наблюдали на невиданных таких животных. И при малейшем обращении к ним они стали максимально подсказать, помочь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если вы думаете, что Волок это только машины и бездорожье, вы глубоко ошибаетесь. Итак. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какие инструменты? Колокольчик самый тихий, дождик самый тихий, дизель, как сказать, что-то намекает на ручей, да? Только не так тресечили, надо легонечко, легонечко вот так. Вот, ручей, ручей. Вот представьте себе, кукушка поет, да? Вот, шумит дождик, только покруче можно, да, чтобы слышно было. Вот, иногда, иногда вот это, вот дятел, вот он, дятел, дятел постукивает, голодный дятел, вот. Во-во-во, он не голодный, сытый, как. А вот, там и колокольчик, то же самое. Вот, это уже голодный дятел, все правильно. Мы начинаем с тихого, самые тихие инструменты, пожалуйста, колокольчик. Это капельки дождя с утра. Дождь. Ручеет. Не переставая. И вдруг яхил где-то там. Реакчик улетел. Реакчик улетел. Второй. Селый выводок. Здорово. Ну, офигеть. Остальные, тут тоже охота поиграть. Аркадь, давай-ка чуть повеселее. Поехали. Повеселее немножко, да, русскую. Так, 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 подождите, не начинайте сейчас вырезать. Подождите. Остальное. Остальное. Ну, офигеть. Остальное. Остальное. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так уж преднамеренно получилось, что на Волоке я оказался бомжом. Практически каждый день переходил с одного экипажа в другой и смотрел на мир через оконные рамы по сути всех автомобилей пробега. Разные автомобили, разные ощущения, разные эмоции, но вывод один – все ехали за приключениями. Именно так назывался второй этап «Волока», к которому присоединились два экипажа из Москвы – Игоря Горшкова и Жени Константинова с новой крышей. Теперь в коллективе, помимо маленького Джимми, есть большой хаммер. Так, читаем легенду. Точка 0541 кафе, проехали. 0542, село Кожим, Старый завод. Поворачиваем. В середине XVIII века устюжские купцы заинтересовались месторождением болотной железной руды на реке Сысоли. И в апреле 1755 года заводчик Иван Курочкин получил разрешение построить на реке Кожим молотовый завод для выковки железа. Подтянули с окрестных деревень рабочих, и через 4 года завод заработал. В 1861 году в центре села поставили деревянную церковь, а через 55 лет – каменную, и нарекли ее Дмитриевской. В середине XIX века после отмены крепостного права заводские крепостные получили свободу. Они бы могли спокойно производить мопеды, ловить рыбу или разводить пуделей, но они по-прежнему трудились на заводе. Потому что больше негде. Так на Руси появилось градообразующее предприятие. И мы так спешили посмотреть на это чудо, что раскорячились прямо посередине деревни, на углу Ленина и Советской. Сергея, владельца Джимми, это скорее обрадовало, чем огорчило. Появилась прекрасная возможность опробовать новую лебедку. Местное население отнеслось к этому с любопытством. Конечно, все-таки цирк приехал. И вы просто проезды. Да, да, мы не бездумны, мы с целью. Этот день вообще для многих участников Волока запомнился как один из самых интересных и тяжелых с точки зрения оффроуда. Первая половина была достаточно скучновата, потому что ехали по накатанному грейдеру, по которому только что прошел. Сам грейдер, собственно говоря, разровнял его. Там была просто скоростная езда. То есть мы 300 километров прошли там за 4 с половиной часа с осмотром достопримечательностей. А вот потом, да, пошел снег. Как выяснилось, позже снегопад. Три дня уже идет. И мы подъехали как раз к участку дороги, которые не чищены абсолютно. И тут началось самое интересное. Вечерело, погода ухудшалась. До базы елочка, будь она неладна, где предполагалась ночевка, около 150 километров. Это если часть пути пройти через лес. И гораздо больше, если не реже. Подожди, а кто вообще не пройдет? Кто не пройдет? Кто потерялся? Нет, просто все это долго будет. Нет, я тебе говорю, часов 5. Нет, если ты не хочешь, можешь не ехать. То есть как бы... Нет, тут не в этом дело. Надо просто принять решение какое-то. Я серьезно говорю, 150 километров, мы разрываться не будем. Спокойно на длину рации идем, там, на 4 максимум километра, в одной группе. И работаем. Единогласно решили ехать короткой дорогой. Ну, народ на Волоке закаленный. Вот, к примеру, Леонид Суховенко из Краснодара, тот, что с канистрой. Еще в январе мы вместе откапывались в песках Мавритании. А через три месяца нас заносит снегом. И тут призадумаешься, то ли земля такая маленькая, то ли флешмоб под названием Оффроуд объединяет всех и вся. Но это не важно. Вот сейчас к кому переедем и дальше. Субтитры сделал DimaTorzok Дорога постепенно заканчивалась. В конечном итоге мы уперлись в старую заснеженную колею. Автопробег. Вот теперь вы знаете, как это называется. Автопробег в какой-то момент превратился в автозатык. Многие автомобили не смогли своим ходом взять подъем. А местное население так вообще не внушало оптимизм. А еще дорога-то есть? Нету вообще нигде, не проедите. Вы не приедете? Главное, что первые по цельне, которые зашли, мгновенно летели. А эти слифуют. Все, кто помощнее, взлетели на горку практически сразу. А вот отечественному производителю приходилось делать по несколько попыток. В конечном итоге вершина подъема превратилась в каток. Справа канавы еще пускают. Ну и блядь, сука! Интересно, это он кому? А, ну неважно, я все равно сел, и мы всех сделали. Ну просто всех. Одна лошадиная сила, заметьте, ненашипованных копыток, имела массу преимуществ. Во-первых, фулл-тайм, все блокировки, небольшой вес. И что самое главное, не вступает в дебаты со штурманом. А то ведь как бывает? Если получилось, молодец пилот, а если нет, виноват штурман. Короче, с совместными усилиями часа через три, все 16 машин Волока оказались на вершине. Участок лесной дороги проехали без приключений. Этот подъем оказался единственным серьезным препятствием. Бороться со сном оказалось куда тяжелее. Так уж получилось, что Сузуки Джимми, Шевроле и длиннобазная Нива, в которой находился я, шли медленнее остальной колонны. Ночью каждую машину неоднократно разворачивало, кидало в бруствер, мы откапывались, вытягивали друг друга тросом. И когда основная группа экспедиции готовилась просыпаться, мы торжественно въехали на территорию базы Ёлочка. Если честно, спать уже не хотелось. Вот я смотрю, значит, куча тряпок между вами подушечкой с сердечками. У вас связаны только организаторские отношения. Здесь изображены сердечки. Да я не про подушку. Здесь изображены сердечки, значит, я буду говорить о том, что мне понравилось. Мне понравилась погода. Со снегом было очень хорошо. Мне понравилась лошадка, которая у нас объезжала. И совершенно дивная лошенка. Видимо, там прятался ручеек по замыслу организаторов. Но его засыпало снега. Сейчас у меня розовая подушка. Я буду говорить о том, что меня удивило и что мне не понравилось. Тогда длина сцепленных тросов, удлинителей и двух растянутых лебедок приближается к 100 метрам. И когда на протяжении каждых 20 метров стоит постовой командующий, то получаются очень смешные вещи. На одном конце начинают лебедить, на другом человек прикручивает шаклы, а где-то в середине поправляет трос. И они не подозревают о том, что происходит, если взглянуть с птичьего полета.